После кубанских казаков Клару Степановну Лучко узнала вся страна. За годы творческой жизни она снялась во многих фильмах, которые стали классикой советского кино. Среди наиболее известных работ – роли в фильмах «Донецкие шахтеры», «Возвращение Василия Бортникова», «Большая семья», «Двенадцатая ночь», «В твоих руках жизнь». Оглушительный успех сопутствовал фильму «Цыган». Популярность этой мелодрамы была настолько велика, что в 1985 году было снято продолжение «Возвращение Бадулая», которое также стало триумфальным. Исполнителям главных ролей было присвоено звание «Народный артист СССР», являвшееся высшим призванием деятелей искусств в нашей стране. В январе 1985 года в первом номере журнала «Советский экран» появилось большое интервью актрисы с незаурядной судьбой, трижды казачки СССР Клары Лучко. В улыбчивую красавицу с лучистыми глазами были влюблены многие ее современники. Она же подарила свое сердце только двум мужчинам. Сегодня в звездах «Советского экрана», как Клара Лучко дважды спасла телефильм «Цыган». Кто ее наградил титулом «Женщина тысячелетия», что помогло провинциальной девочке с украинской глубинки попасть в ученицы к легендарному Герасимову. «Родилась я на Полтавщине. Сколько себя помню, мечтала стать актрисой». Так начинает Клара Лучко свое интервью «Советскому экрану» в январе 1985 года. Ради мечты она прошла через многое и верила. У каждого своя судьба. Но чтобы ей соответствовать, придется трудиться, страдать и никогда не терять надежды, как бы ни складывалась жизнь. Вот и вся моя маленькая жизнь. Маленькая? Ну, это вы напрасно. Жизнь ваша большая, интересная. Какая же она большая, когда мне еще и 20 лет нет. Ну и что же, а другой сто лет проживет, да ничего не сделает. А вы, вы вот герой. Такими были и ее любимые героини. Звеневая Даша Шелест, шекспировская аристократка Виола и казачка Клавдия Пухлякова. Они действовали не благодаря, а вопреки обстоятельствам. За это их и обожали миллионы зрителей. В детстве, когда дома никого не было, маленькая Клара надевала мамины туфли и грела на плите большой гвоздь. С его помощью она завивала волосы, как у любимой киноактрисы Тамары Макаровой. Девочка знала наизусть все ее фильмы и очень хотела быть на нее похожей. Спустя годы Клара встретится со своим кумиром, и Макарова сыграет большую роль в ее жизни. Ну как? Как твой Чукча? Чукча? Да. Ничего. Управляется. Будет жить. Когда пришла война, семья Лучко перебралась из Украины в Казахстан. Однажды Клара увидела в газете объявление. В Афгик, эвакуированный в Алмату, набирают студентов. Курс должны были вести Сергей Герасимов и его жена Тамара Макарова. Для Клары это был шанс воплотить ее детскую мечту. Втайне от семьи десятиклассница отправила в приемную комиссию документы и получила приглашение на вступительный экзамен. С тех пор для Лучко началась полоса везения и счастья. Эй, молодая красавица, дай погадаю. Расскажу, что было, что будет, чем сердце твое успокоится. В 1943-м в ГИК вернулся в Москву. По дороге девушка отстала от поезда. Она села в другой состав, без билета. Чтобы не прогнали, спряталась в тамбуре. Так и добралась до столицы без денег и документов. Последовав за мечтой, Лучко никогда не жаловалась на трудности. Хотя в послевоенной Москве студентам из провинции приходилось тяжело. Они кусок хлеба ниткой делили, потом разрезали. Уже потом дед с бабкой, значит, посылки присылали какие-то. Ну вот они эти посылки делили там на всех как-то немножко. И присылали вещи какие-то. Но они были не по сезону, но тогда никто внимания не обращал. Есть туфли, значит, ходишь и зимой, и лето. Скромность нарядов только подчеркивала природную красоту Клары. По воспоминаниям сокурсников, вокруг нее постоянно крутились парни. Но сама девушка не придавала этому значения. Ты посмотри, посмотри, Даша. С нас глаз не спускают. Ну и пусть смотрят. Тебе жалко, что ли? Да не жалко. Далее в звездах советского экрана. Какая кошка пробежала между Кларой Лучко и Нонной Мордюковой? Кто из больших режиссеров оказывал начинающей актрисе знаки внимания? И как она встретила свою первую любовь? В 1947 году Сергей Герасимов готовится снимать свой первый послевоенный фильм по роману «Молодая гвардия». Режиссер был вдохновлен успехом спектакля, который он перед этим поставил со студентами. Клара Лучко сыграла в нем подпольщицу Ульяну Громову, получила оценку «Отлично» и буквально стала звездой курса. Теперь она рассчитывала на участие и в фильме своего учителя. Но перед началом съемок Герасимов утвердил на роль Громовой Нонну Мордюкову, в которую, как говорят, был влюблен. Отношения между бывшими сокурсницами надолго останутся натянутыми. Ой, что-то я породевала, так и черная. На маскараде. Так надо. Ой, чудная. Благодаря фильму о молодогвардейцах, Мордюкова стала всесоюзной знаменитостью. Лучко сыграла в нескольких эпизодах тетушку Марину и осталась ни с чем. Не таким ей виделся мир кино, куда она мечтала попасть. Все изменится в 1949 году. Роль звеньевой Даши Шелест в «Кубанских казаках» в одночасье вознесет начинающую актрису на советский киноолимп. Познакомься, Марко. Это наш герой. Даша Шелест. Очень приятно. Здравствуйте, девчата. Здравствуйте. Вот наша гордость. Вот наш капитал. А ведь Клара Лучко могла и не попасть в картину к Ивану Пырьеву, если бы не случай. Еще в институте за ней закрепилась амплуа тургеньевской героини. Идеально для классических постановок, но никак не для музыкальной комедии о колхозниках. Сниматься же в массовке начинающая актриса не желала. Судьбу определила мимолетная встреча с всесильным Пырьевым в театре киноактера, куда Лучко устроилась работать. Он ее запомнил, и вскоре девушка получила приглашение на пробы. Она действительно пару раз попалась на глаза Пырьеву, а Пырьев мужик. Ему достаточно было увидеть девочку, девушку, которая что-то в его мозгу замыкала, вспыхивала эротическое напряжение, и все, он же ее видит. 48-летний мэтр не скрывал особого отношения к молоденькой актрисе. Однако о взаимности не могло быть и речи. Сердцем девушки завладел другой мужчина. Исполнитель главной роли, харизматичный красавец Сергей Лукьянов. Здоровенько вы! Здравствуйте, Гордея Гордеевич! А вы откуда бы меня знаете? А кто вас не знает? Вы же человек известный! Лукьянов был старше Лучко на 15 лет. И по сценарию кубанских казаков, его герой питал к девушке исключительно отеческие чувства. Но за кадром тем временем кипели нешуточные страсти. Это была любовь с первого взгляда. Наперекор всему, яркая и обжигающая. Она сидела, гримировалась в гримерке, и папа так широко открыл дверь, и ее увидел, сказал, я пропал. И так и пропал, и все, на 17 лет. Эта фраза Лукьянова облетела всю Москву, как и слухи о драке между ведущим актером и режиссером. Пырьев никак не прекращал ухаживание за красавицей Лучко. Но Лукьянов же был очень ревнив и решил вопрос радикально. Он просто, извините, морду ему набил. В кусты летел, да. Папу хотели снять ролик. У Лукьянова нашлись заступники, и актер остался в картине. Но Пырьев отомстил звездной паре. В 1954-м он возглавил Мосфильм и внес Клару Лучко в черный список. Много лет главная киностудия страны не предлагала ей больших ролей. Впрочем, это не помешало талантливой актрисе сниматься по всему Советскому Союзу, получить признание за его пределами и обрести счастье с Лукьяновым. Далее в звездах советского экрана. Чем гостья из Москвы покорила французов? Почему актрису не хотели утверждать на главную роль в первой советской экранизации Шекспира? И зачем британские газетчики ради нее подрезали политикам уши на фото? 1954 год. Каннский фестиваль. Клара Лучко прилетела на Лазурный берег представлять производственную драму «Возвращение Василия Бортникова», где у нее небольшая роль инженера-механизатора. Пресса пришла в восторг от молодой актрисы в составе представительной советской делегации. Репортеры спорили, настоящий ли у гостей из Москвы румянец? Или в СССР, наконец, научились делать косметику? «Знаете ли, получили мы телеграмму о приезде инженера Дуко, и нам, конечно, представился многоопытный мужчина сожженного роста». «Это что, разочарование?» «Нет, нет, что вы, что вы». Популярностью Клара Лучко затмила в те дни многих любимцев европейской публики. Во многом и благодаря своему вечернему туалету. Правда, никто из французов не догадывался, что в гардеробе советской звезды это платье было единственным. Да и то не свое. Когда там Софи Лорен везли по 8 чемоданов одежду, а у нее одно платье выходное, одно. И как она выкручивалась из этих положений, как они там спортникой что-то придумывали. А на родине молодую звезду ждали новые съемки. Вихри враждебные, большая семья. «Двенадцатая ночь». Карьера Лучко идет по восходящей траектории. И в личной жизни у нее все безоблачно. Лукьянов развелся с женой-балериной и матерью его первого ребенка. Клара подарила ему вторую девочку. Лучко и Лукьянов по признанию многих самая красивая кинопара той эпохи. Молодую супругу Лукьянов буквально носит на руках и балует нарядами из зарубежных командировок. Они уехали в Англию на гастроли. Денег там было совсем немного. И все везли оттуда огромное количество чемоданов, какие-то пакеты. А папа вез вот так вот один такой пакет, футляр с платьем. Он купил в очень дорогом магазине платье, ручная работа с брюссельским кружевом, туфли. Клара Лучко была из обоймы выездных актеров СССР лицом советского кинематографа. В 1955-м Лучко позвали на Эдинбургский кинофестиваль представить комедию Яна Фрида «Двенадцатая ночь». В фильме по Шекспиру она сыграла близнецов, брата и сестру. Невероятно! Вы на меня глядите странным взглядом. Одни глаза, лицо, одежда. И двое, как в волшебных зеркалах. На Туманный Альбион Лучко летела с тревогой. Как примут первую советскую экранизацию Шекспира на родине классика? После премьеры «Двенадцатой ночи» британские газеты вышли с большим портретом Клары Лучко. А чтобы ее фото уместилось на газетной полосе, политикам на соседних снимках подрезали уши. Скажи мне, что обо мне ты думаешь? Что вы себя считаете не тем, что есть. И это же я думаю про вас. Вы думаете верно. Я? Не я. Спустя много лет после премьеры шекспировской «Двенадцатой ночи» В 2000 году Клара Лучко получит из Кембриджа письмо. Английские исследователи признают русскую актрису женщиной тысячелетия. Она для них была образец, они как-то там вычитали по каким-то стандартам греческим. И ей прислали колоссальный диплом, что у нее идеальное совершенно лицо женщины тысячелетия. По внешности, по всему, по тому, как она выглядела. Но она смеялась, в общем-то, честно говоря. У этой истории мог быть иной финал. Прислушался Ян Фрид к совету не брать Лучко в свой фильм. Она же с Украиной. У нее даже акцент чувствуется. Как она может играть Шекспира? Недоумевали вокруг. Режиссер «Двенадцатой ночи» был непреклонен. Он уговорил худсовет дать вчерашней выпускнице ВГИКа шанс. Она в меня влюбилась. Далее в звездах советского экрана. Что погубило первого мужа актрисы? Для кого из своих мужчин она станет просто хорошим парнем? И был ли роман между Кларой Лучко и Михаэм Волонтиром? Многие годы Клара Лучко была за Лукьяновым, как за каменной стеной. И ничто не предвещало беды. Пока в начале 60-х мужа не подкосил инфаркт. Затем последовал еще один. На лечение уходили все силы и деньги, которые удавалось заработать. Что было, все продали, потому что должны были сиделки, нужны были и в больнице, чтобы кто-то ухаживал постоянно, ночью. Поэтому, что было, то продали. В общем-то, у нас квартира была полупустая. С большим трудом Лучко выходила мужа, вернула его к работе. Но уже 1 марта 1965 года судьба нанесла удар, от которого актриса еще долго не сможет оправиться. На работе в театре Вахтангова от очередного сердечного приступа супруг умер. Сергею Лукьянову было 54. После его смерти Клара Лучко попадает в больницу. А после выписки еще долго не может вернуться к нормальной жизни. Сил нет. Вот постоим, подышим. Какое-то утро сегодня странное. Тревожное. Будто случилось что-то. А впереди ее ждал очередной поворот судьбы. После нескольких лет одиночества Лучко снова полюбит и выйдет замуж за писателя и журналиста Дмитрия Мамлеева, который был на 4 года младше ее. На первом же свидании она разглядит в нем родственную душу. Они уже встретились с взрослыми людьми, как она рассказывала в каких-то там гостях, неважно. Ну, в общем, они сидели-сидели-сидели, пора расходиться. И он как бы вышел ее проводить. И они решили, а пойдем-ка пешком. Погода была такая хорошая. И они до утра просто шли пешком и болтали. Это была их первая встреча. После этого стало ясно, что, ну все, расставаться уже нельзя. Через несколько месяцев после той прогулки Мамлеев и Лучко расписались. Они прожили душа в душу без малого 40 лет. За скромность и простой характер Мамлеев в шутку величал супругу хорошим парнем. Иногда по пятницам она запекала цыпленка и, если погода позволяла, забирала мужа из редакции. На семейной Волге они направлялись за город, куда глаза глядят. Находили красивое место и разогревали на костре привезенный ужин. Близкие искренне восхищались их отношениями. Он к ней с уважением относился. И в то же время он был, наверное, ей каким-то интеллектуальным помощником. Вы знаете, как бывает такое, что видно, она прислушивалась к нему. Это вот ощущалось все-таки, что он на нее положительно влияет. Далее в советском экране. Из-за какого мужчины Клара Лучко впервые в своей жизни подралась и осталась с синяками? Почему Армен Джигарханян не сыграл цыгана Будулая? Своей главной ролью в кино Клара Лучко всегда считала роль Клавдии Пухляковой в телефильме «Цыган». Книгу Анатолия Калинина, которая легла в основу сериала, актриса прочитала в свадебном путешествии со вторым мужем. Она поразилась, как много общего у нее с главной героиней. Но участие в экранизации Лучко согласилась не раздумывая. Она сказала, это было мое второе рождение. Роль Клардии Пухляковой – это мое второе рождение в кино. Она очень любила эту роль, очень. Пригласить Лучко в картину потребовал сам писатель. Он видел в роли Клавдии только ее. На ее роль никто не пробовался. Может, кто-то хотел, но вот отец самого начала сказал Лучко бы это играть. Он ее даже по телефону, когда говорили, он ее иногда ошибался, называл Клавдии. Но картину все не запускают. Шли годы, сценарий был написан и пылился. И тогда Клара Лучко позвонила в приемную гостелерадио Сергею Лапину. Трубку взял сам всесильный председатель. Выслушал и спросил. «Можете сейчас приехать ко мне?» Через полчаса Лучко была у него. И вскоре, как рассказывают коллеги-актрисы, съемочный процесс сдвинулся с мертвой точки. После встречи ее с Лапиным, буквально через несколько дней он был запущен в производство. Вот так вот она решила судьбу этого сериала. Мало кто знает, что цыгана на главную роль очень долго не могли найти. Планировали, что эту роль сыграет Армен Джигарханян. Но из-за сильной занятости артист не смог приехать на пробы. Искали везде. Цыгане, грузины, актеры, певцы. Кого только не пробовали. Несколько кандидатов забраковала Клара Степановна. Сохранились ее воспоминания об этом. Последний был такой тощий, страшный, с длинными волосами, такой нос у него огромный. Я говорю, Саша, что ты делаешь? Я не могу с ним играть. Но он говорит, он на Христа похож. Я бы ему так... На Христа похожа. Мне нужен земной человек, чтобы все бабы млели. В конце концов, Лучко сама нашла своего Будулая. Вспомнила о молдавском актере Михае Волонтирии, с кем снималась в мелодраме «Корень жизни». Режиссеру Александру Бланку он пришелся по душе. И молдаванина утвердили. С легкой руки Клары Степановны, малоизвестный в стране актер, стал звездой советского телевидения. Как я рад. Как я рад, что вы пришли ко мне, Клавдия Петровна. Пришли ко мне в гости. К цыгану. Как я рад, Клавдия. Биться за Будулая Лучко пришлось и в кадре. Одна из самых запоминающихся и пронзительных сцен в телефильме «Цыган» – это драка между Кларой Лучко и Ниной Руслановой. Их героини, Клавдия и Катька Аэропорт, не поделили цыгана Будулая. По сценарию, они должны были ограничиться перебранкой. Но актрисам это показалось неубедительным, и они решили заострить конфликт. Намочили простыни, скрутили их и пустили в ход. Как рассказывала потом Клара Лучко, это была первая в ее жизни драка. Ах ты так! Да! Ах ты так! Значит так! Я, между прочим, не тихих отбиваю! Не то, что ты! Ни себе, ни люям бревно чёстанное! Ах ты за меня не переживай, подруга! А может ты ревнуешь, а? Нету законного, так хотя бы знакомого! А я на самого законного в 43-м похоронку получила! А я в 45-м! Да, но они потом обе были в рубцах в синих, потому что они друг друга действительно отметили. Да, действительно, такие синяки были просто. Зрители так прониклись любовной историей Будулая и Клавдии, что с первой же серии телефильма поженили и главных актеров. Как бы ни старалась пресекать любые слухи, сама Лучко. В интервью она рассказывала, что с волонтиром ее связывала только дружба. Они вместе ходили на Дон, где загорали и обсуждали предстоящие сцены. Ничего больше! Подруги Лучко подтверждают. Клара Степановна действительно не давала своему мужу, Дмитрию Мамлееву, поводов ревновать. Что-то вот в ней было, вот эта удивительная порядочность такая. Она не могла ни мужу изменить, ну вот я просто чувствую ее и знаю, потому как реагировал Дмитрий Федорович и она сама. Она говорит, пусть говорят все, что угодно. Я к нему очень хорошо отношусь, он действительно классный, он мой очень большой друг. Странная штука, это жизнь. Ваш муж воевал почти рядом со мной и погиб. Моя жена здесь. Война. Это правда. Когда закончат снимать «Цыгана», Кларе Степановне исполнится 54 года. Ее героине, Клавдии Пухляковой, по сценарию не было и 40. Актриса сильно переживала из-за возраста. Пересматривала готовые сцены и все спрашивала. Я не очень старая, но напрасно. Зритель разницы не заметил. Ей Бог дал все, потому что она до конца дни сохраняла моложавость, стройность, и фигура не была хорошая, и все, понимаете, все было при ней. Фильм «Цыган» впервые показали летом 1980 года. И на создателей киносаги обрушился шквал звонков и писем. Зрители требовали новых серий. И этот напор дал результат. Спустя шесть лет страна увидела «Возвращение Будулая». Третий суперпопулярный фильм в жизни Лучко. После него к актрисе окончательно приклеился образ Клавдии Пухляковой. Дети на улице кричали ей «Гляди, Будулаиха идет!». А незнакомые мужчины писали ей в письмах, что хотят встретить такую же красивую и верную жену, как она. Мы с тобой подождем чуток, да и пульс ватов засылает. Клава, ты долго-то не годи, вам не долго годить. Это можно в ящик угодить. Подожди, дед, не спеши. Наше время еще не вышло. Клара Лучко продолжит сниматься и создаст на экране еще с десяток ярких образов. Переживет перестройку и лихие девяностые. Будет вести на Первом канале программу о кино и выпустит мемуары, где признается. В каждой роли я играла судьбу, нащупывала по крошечкам, по крупиночкам и переживала ее. Все это будет потом. А пока, в январе 1985 года, в журнале «Советский экран» зрители зачитываются строчками из большого интервью с актрисой.